МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А еще удивимся банке супа, которая, если правильно ее подать, может стать произведением искусства. Но начнем с путешествия на восток, в которое нас приглашает Алтайский театр кукол-сказка. Сегодня открытие нового сезона, и в эти самые минуты первый спектакль уже идет. Мы побывали на генеральной репетиции. Спектакль «Али Баба и 40 разбойников» – это ремейк одной из старейших постановок кукольного театра. Новый взгляд на всем привычный сюжет юным алтайским зрителям предлагает режиссер из Кемерово. Ныне главный режиссер театра Дмитрий Вихрецкий. Интересно, что кукольный состав для премьерного спектакля лишь немного подновили. А вот актерская труппа театра пополнилась новыми кадрами – выпускниками Института культуры. Перед спектаклем публику ждала интермедиа в фойе ДК моторщиков с участием ростовых кукол, которые по сюжету будто бы вернулись из отпуска и снова готовы дарить радость юным зрителям. Нашел, да не объявил – все равно, что утаил. Это главное профессиональное правило Михаила Тимофеевича Стюхина. Много лет он щедро делится своими поистине неисчерпаемыми знаниями. Рассказывает о музыке на концертах и в радиоэфирах. К 75-летию Михаила Стюхина новости культуры собрали самые интересные его рассказы. Не ради ора, ради арии я включаю утром радио. На радио уже как журналист я стал работать систематически с 91-го года. Первая передача моя была уже циклического такого плана «Золотое сечение» вместе с радиожурналистом Ириной Логиновой. А до радио я вел телевизионные циклы «Беседы у рояля» и «Мы любим музыку». Не знаю, чем это объяснить, но я как-то более уютно себя чувствую именно в такой вот студии, когда можно остановиться, можно что-то поправить, можно изменить, улучшить интонацию. Здравствуйте! Поговорим о балете и о дуэлянтах. Не правда ли смешное сочетание? Столько прекрасного, столько удивительного вокруг. И когда с этим встречаешься, то хочется и поделиться с другими людьми. Музыка настолько многообразна, и она многовалентна. Она протягивает свои какие-то нейроны, если можно так сказать, ко всем сферам человеческой жизни. И если это сделано с добрым сердцем и с добрыми чувствами, то любой жанр хороший. Об оркестре и о Борисове нужна книга. И не одна, а несколько. Я давно подступаюсь к этой теме, только пока на уровне сбора материала. Люди пришли, все довольны, всем радостны в этом зале. Музыка для всех. Накануне в Краевой филармонии прошла премьера нового абонемента. За шесть концертов слушатели самого разного возраста узнают, откуда взялась музыка и почему она получилась именно такой. Ведущий абонемента российский музыкальный критик, телеведущий, профессиональный виолончелист, музыковед и непревзойденный рассказчик Артем Варгавтик. Он стал известен всей стране благодаря передачам «Оркестровая яма» и «Партитуры не горят» на телеканале «Культура». Кстати, эти проекты удостойны национальных телевизионных премий ТЭФИ. В настоящее время Артем является обозревателем Радио России «Культура». Ведущего отличает умение рассказать просто о самых сложных вещах, сделать музыку, историю музыки поистине доступной для самой широкой публики. И теперь насладиться общением с известным ведущим смогут зрители Алтайской филармонии. Концерты абонемента будут проходить весь год. Каждый из них посвящен нескольким основополагающим именам, понятиям или жанрам в музыке. Следите за афишей. Если следовать принципу Артема Варгавтика, буква «К» в музыкальном алфавите – это, конечно, казаки. Спустя пять веков после прихода в Сибирь дружина Тамана Ермака его легендарным маршрутом. С культурной миссией по Сибири движется казачий отряд с Дона. В Бийске и Барнауле с большим восторгом зрители приняли государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков. Об орденоносном коллективе с 80-летней историей расскажет Дмитрий Клишин. Не широкий дон, а сибирские реки Томь, Оби, Акатунь встречают легендарный казачий коллектив. Ни разу не была в Сибири. Очень потрясена красотой. Леса красивые, природа, люди приветливые. На сцене 80 человек. Танцоры, хор, оркестр. Из теплого Ростова-на-Дону в Барнаул они приехали за три с лишним тысячи километров. Сегодня у нас уже девятый концерт. Погода меняется от плюс 20 до минуса. Немного подустали, но мы счастливы. Данцы молодцы. Хранить казачью культуру ансамбль благословил писатель Шолохов лично в станице Вешенска. Он свой отчет ведет с 1936-го и последние 10 лет носит имя одного из первых руководителей Анатолия Квасова. В ансамбле его называли Батькой. И на самом деле он так и остался, наверное, Батькой. И до сих пор, если мы садимся и едем в дальнюю дорогу, то первое, что смотрит коллектив в автобусах, это весь фильм «Тихий дом». Ансамбль этот фильм смотрел в Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии и в Сибири тоже. В Сибири Ермак брал и теперь мы берем. Мы давно были здесь. На кинопленке Барнаул 80-х с историческим зеленым забором нынешнего парка Центрального района. Из двух часов программы сибирского тура последнюю треть зритель неизменно встречает стоя. Под несмолкающие аплодисменты вместе с ансамблем поет до боли родные казачьи песни. Дмитрий Клишин, Анатолий Фукс, Новости культуры. В один из тех вечеров, когда я спрашивала о новых идеях своих знакомых, одна моя подруга наконец-то задала нужный вопрос. Ну а что ты больше всего любишь? Вот так я начал рисовать деньги. Из воспоминаний Энди Орхола об американском художнике, которого прославил портрет Мерлин Монро, завтра расскажут на лекции в республике Изо. Встречи со странным. Ладно, Мерлин Монро, но почему же банка супа оказалась такой важной в истории искусства 20 века? Об этом расскажет культуролог Лидия Рыжова. Серия ее лекций «Встречи со странным» посвящена стилям, жанрам, явлениям и личностям 20 века. Первая встреча сезона будет посвящена поп-арту, направлению в искусстве 50-х-60-х годов. В работах этого направления художники цитируют образы маскульта, рекламу, известные бренды, логотипы и упаковки товаров, даже лица знаменитостей. По-настоящему известным поп-арт сделал Энди Орхол. Его размноженные копии Мерлин Монро, а также банки супа Кэмпбелл и в 60-х, и в наше время, далеко не все могут всерьез называть произведениями искусства. Начало лекции в 16.30 в галерее Республика Изо. Красота сильно зависит от того, как она подана. Когда созерцаешь красоту, все имеет значение. Еще одна цитата провокатора Орхола. Ну а новостям культуры кажется, что красота зависит и от того, кто ее созерцает. Мы благодарим наших зрителей и надеемся на новую встречу ровно через неделю.